В Одинцовской библиотеке номер один победители конкурса «Осторожно, мошенники» в номинациях «Социальный видеоролик» и «Рисунок». Организаторами конкурса выступили Управление МВД и Образование совместно с Общественной Палатой Округа. Это была общая инициатива совместная для того, чтобы дети приняли участие, показали свои творческие способности, свои творческие направленности. И тем самым таким образом мы говорим тоже о мошенничестве всем своим близким, всем своим родным. Поэтому берегите себя. Участниками конкурса стали школьники с 8 по 10 классы. Достойных работ поступило немало, поэтому экспертный совет не ограничился тройкой лидеров в каждой номинации. Заслуженные награды вручили 10 учащимся. Сделать ролик – это, на мой взгляд, сложнее, чем сделать рисунки, хотя и рисунки тоже сложные, потому что я не умею рисовать вообще. А тут у нас были очень профессиональные с точки зрения техники выполнения работы. И, честно говоря, по идеям и по каким-то задумкам тоже очень интересные. Восьмиклассница Алина представила на конкурс яркий и образный рисунок. Изобразила виртуальных мошенников в виде цыганки. Тема оказалась девочке интересна, да и рисовать она любит, занимается с педагогом. Победа стала сюрпризом и порадовала юную художницу. Я очень рада и благодарна всем, что приняли меня в конкурсе и что я вышла победителем. Этот актуальный ролик из подручных средств, бумаги и цветных фломастеров смастерили ученицы Старогородковской школы. Даша руководила процессом, Алена фотографировала. Остальные ребята помогали вырезать фигурки. Нам очень понравилась вообще идея этой работы, потому что мы ее придумали, вот увидели лист бумаги, карандаши и мы решили придумать именно эту идею. Нам возбрела это в голову, поэтому нам очень понравилась своя работа. Мы не ожидали, что мы займем вообще какое-то место. Мы делали, потому что хотели показать младшим классам, как опасно бывает лазить в интернете. А дополнительным бонусом для победителей в номинации «Социальный видеоролик» станет трансляция конкурсной работы в эфире нашего телеканала. Ребята постарались на славу. Действительно, работа получилась очень яркая, живая. Она небольшая, но емкая. И рассказывает все просто и доступно. Не попадитесь в сети мошенников. Будьте осторожны. Три образовательных учреждения Одинцовская гимназия номер 14, Старогородковская и Лесногородская школы за активное участие в конкурсе были отмечены благодарностями начальника окружного управления ОМВД Алексея Школкина. В этом году конкурс провели впервые, но организаторы уверены, что он станет традиционным. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.